еще раз добрый день дорогие друзья вы на канале питомника мария мистик сегодня снова 13 апреля продолжаем гулять с ребятами пока у нас хорошая погода вику унесли почему гуляют не все поясняю потому что например вика гуляла спокойно какое-то время потом видимо и стало грустно она стала заводиться драться то к одной собачки только 2 собачки вот во избежание таких неприятностей мы унесли ее домой и сейчас выпустим юлю юля то есть века всегда достает юлю и застали заставляет юлю драться несмотря на то что юля драться совершенно с викой не хочет но такие ситуации вот у нас частенько происходит вот красавчик магнат нашел веточку до яблоньку пойдем в ту сторону погуляем до фазанчиков вот тут вот совсем у нас грязно и пока еще не подсохла пользуемся хорошей погодкой маркоша тоже нашла веточку красотка афелия в продаже смотрите какая спокойная нимфа найджел вот не знаю как сейчас сказать пока не дождемся ответа от ее мамы будет она все-таки брать ее в германию или не будет пока не буду говорить о том что она у нас продается но если ее мама откажется даст нам официальный отказ от собаки тогда конечно она будет свободной продажи очень спокойный характер но и в этом году будет много щенков отношу от тони в этом году о это фазанчики вот так вот кричат у них сейчас ток идет так где-то там юлю выпустили я слышала дверь скрипнула сейчас а вон она юля побежала уже с пигмалиончиком играет юля это мама щеночков но папа идет замазывать яблоньку а я хочу тюльпанчики показать как много взошло все-таки покупала луковки в озон много зашло а янка янка помощница пошла проверять как папа будет яблоньку лечить вот так много веточек в этом году от нашей яблоньки отстригли плохих так ну чё где кто-то где афелия красавица в продаже полностью готова к продаже так здесь кто где кто там кто там юлька ты захрюкала милорд и магнат милорд это шоколадный вот этот мальчик да юльку все встречают и радуются юльке вот так гуляем по очереди если начинаются драки кого-то вот за плохое поведение удаляем в дом кого-то выносим чтоб никаких драк не было а чё это вы все у фазанчиков то скучковались поэтому на прогулке не все наши собаки и не все щенки ой бароновские заначки синичка у симонки он папы эту яблоньку порезал замазывает ранки будьте здоровы уже эти богата вот на нем . очень красивая девочка юля хрюкальник и левчик так извините дела делают ребята у нас симона теперь с этой синичкой носится ариша нашла где попить поилку так дайте ка я синичку это выкину барончик нам тут охотник наш ой господи везде и всюду бароновский на фазанчики такие песенки поют фазанчики такуют борюшка слышит стоит смотрит на фазанчиков бароновские заначки барон за зиму переловил нам все что мог переловить тут красавчики да какие красивые даже самочка с длинным хвостиком у птички хорошо когда тепло до прошлого зима какие красивые и вы красивые ой варежка ты меня закопаешь сейчас в эту грязьку ну шишки берите играйте сколько насыпалось завтра 14 значит а это вы знаете что они тут собрались и подъедают овес я давала птичкам они выкопали и вот тут вот много овса фазанчиков кормила лейка с водой то сейчас не перевернете птичкам водички добавляла помощники ой какой вкусный овес чем кормить собачек до плохо видно фазанчиками ой как вкусно сколько овса сколько овса здесь тоже фазанчики значит видно не видно не видно ничего наверное ой ой юля ну вот представляете они из-за овса подрались ну что опять боря вы с фимой овес не поделили до только хотел сказать а где мой левушка а вот он собачки едят овес фиму не троньте пойдемте на травку ага зося там что-то нашла баре у нее отнимает вот так всегда получаются драки милорд правильно не связывайся с ними они сейчас тут он подерутся горе что-то отнял у нее что она нашла непонятно что-то нашли что-то охраняют кому-то не дают а всем очень хочется господи там берутся из-за овса фимы ой драка 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 лёш драка лёшина яблони вот так у нас происходит драка на ровном месте не из-за чего так я вас сразу на зоси и за счет стоит ну что вы тут не поделили овса вам насыпать да запросто целый мешок сейчас принесу вот так вот вообще на ровном месте за овса вот там птицы выкопали овес смотрите выгрызают вместе с землей овса не хватает в рационе наших питомцев вот так ровно вместе драки овес не поделили не хватило беда с вами ребят честно честно вот вы такие придумываете вообще причины для склуг что даже не знаю как это обозвать кому овса не хватает сейчас придем домой я вам насыплю целый мешок сейчас достанем и вам дать им чего типа юлька лёвка идет папе помогать папа яблоньку лечит легче помогает масик стоит идти никуда не хочет вроде тепло масик любит когда тепло гулять но тут чего-то он как-то брезгливенько ему грязно скажи лечим яблоньку варежка ты меня там закопала я уже куда только не встану ты меня тут решила грязью закопать так хватит опять драки ну что ж такое придется сейчас взять в ведро овса лёвчик носит лёвушка лёва ты мой красавчик ты мой сладкий кнопик мой кто помог подумать что вы из-за овса передеретесь там все теперь тестом божишки святушки овса собакам в рационе не хватает ну ладно мы учтем ребят добавим вам овса в миску опять зоси докопалась до яны и она там что-то нашла теперь зоси надо у нее отнять срочно суть какая спокойная у нас нимфа это вырывает они то уборе что-то отнимала теперь у янки отнимает в общем причина ссор может быть все что хотите веточка овес это облаивают папу так эти дерутся из-за овса теперь беременные у меня там решила овса покушать юлька такая худюлька после выкармливания деток ребятного чего как вкусно да ужас играйте пожалуйста по солнышку гуляйте не надо ругаться это попробовать зоси что-то до люси докопалась лёвчик молодец пока ни с кем не терется вот зосенька он же тебе все равно не не отдаст никакой вкусняшки на папу ругаются что это папа там на яблоньки делает игроки такие какие-то Gina биржа курики с таким похотничком господи какой-то укрошенными джунте учить у трюки тюки тюк тюк мой сёсик такой мой сёсик такой никочка пойдем ли по суше Ой, ребят, ребят. Ну, понял, пап, что мы недокармливаем собачек, а в санях вот этот. Что, Фима? Ну что, теперь яблоньку не лечить? Что тебя не устраивает? Что папа лечит яблоньку, он легко все устраивает. А у тебя лесенка напугала? Тетя недовольная пока. Фима. Фима мама пикмалиона, вот этого красавчика. А прянюшка папа. Мам, прянюшка пошел, коричневый. Левчик, ты мой сладенький. Какой малыш, малыш. Ой. Масик не хочет уходить с бетонной этой штучки. Говорит, не пойду я по грязи. Не царское дело. Правильно. Отдыхай, Юлька, пока дождя нет. Гулять. Красотка. Оришка какая выросла. И Одри малышка. Одри в продаже. Белый шоколадный триколор. Вот когда собачки молоденькие, они смотрятся такими, как бы, изящными. А когда взрослеют, становятся такие красивые. Так наша Аришка. А бывают собачки породы чихуа, которые сразу рождаются. Как Юлька, как Пикмалион, как вот Тамерлан сейчас у нас сын Юли в продаже. Как Тони. А Одри чуть позже станет похожей на Аришу. Сейчас Ариша подойдет поближе. Покажу разницу между подростком и взрослой, сформировавшейся девочкой. Вот такая шикарная погода, а вам надо найти какой-то повод для каких-то разборок. Гуляй-то, наслаждайся. Каких-то сюда придумать, не знаю, ковриков или что-то такое, чтобы они могли полежать. Что-то постелить такое придумать. Ни-то старых у нас матрасов нету таких. О, Масик соизволил к нам подойти. Вот, смотрите, как он аккуратно пробирается. А, он аккуратно пробирается. Чтоб на грязь не наступить. А его тут сталкивают. Что, Левик, ты устал бегать? Че мой шляпкий? Мой халюсий, на ручки просишься? Никуски. Ну, иди на ручки возьму. Ой, ой, ой. Ты смотри-ка, ты даже не мокрый. Ты кто у меня на ручках такой? Такой мягонький-мягенький Левтик. Дуська, жарко? Ой, хорошо, скажи, когда жарко. А Левка пришел отдохнуть, у меня на ручках посидеть. Все, теперь у Бори отнимают какую-то вкусняшку непонятную. Что такое неудобно на ручках? Лев, ты только не вздумай мне прыгнуть, у меня одна рука держит камеру. Хлопнешься. Либо иди гуляй. Да, либо сиди на ручках. Пожалуйста. Красавчик мой. Вот от Зеоны. И Энтони могут быть длинношерстные щеночки. Папа нашего Тони длинношерстный министр. Голубо-палевый. Носитель шоколада, лилового. Мама нашей Зеоны. Она варежка. Кошечка наша длинношерстная. И дети могут получиться в бабушку и в дедушку, потому что они очень-очень рядом. Они не пра-пра-пра, они прям конкретно просто. Дедушка и бабушка. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что вы там опять? Ну, правильно. Теперь Тесса отняла у Бори что-то. Или у кого-то другого. Так. Что у Тессы там? Разбрелись кто куда. Левочка, ты устал, малыш? Я сейчас пойду домой. Посмотрю, что у нас делается в ясельной группе. Левочка, наверное, заберу с собой. Он подустал. Пусть отдохнет. Хватит ему с первого раза такой длительной прогулки. Мы уже почти час гуляем. Ну, а те, кто постарше, пусть остаются на улице гулять в свободном полете, как это у нас бывает летом, когда дверь в дом открыта. И они могут самостоятельно решать. Хочу гуляю, хочу иду домой. Чаще они делают так. Они бегают взад-вперед. Убегут в дом, вернутся обратно. Убегут в дом, вернутся обратно. Редко, когда кто-то, ну, так вот целый день проводят на улице. Бывает, кто-то остается, где-то тут приляжет, отдохнет, потом идет домой, то есть, ну, вот. Красавчик ты, мой маленький. Устал, малыш. Ой, господи. Люся. Левка, царь горы. Кто-то прибежал к нам, дух и тет. Вот сейчас, как становится погода нормальная, без дождей и снега, и слякоти, будут постоянно бегать целыми днями по улице. Сразу кто толстенький был, тот похудеет. Масик у нас, Масик улевает. Ника лапку наколола, бедненькая девочка, да, да, да. Скажи, все равно мне весело, скажи, но ножку я поджимаю, скажи, бубочки. Наступила на какую-то веточку. Такое бывает после зимы. Остаются какие-то с прошлого года тут. И Томасик, это он любит, этот левчик. Петя, 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 петя. Петя, малыш-то мой хороший. Смежной такой, начинает уже менять щенячью шерсть на взрослую. Такой весь облезленький левчик. Левчик в линке. Чего, Масенька, ты обратно тихонечко шлеп, 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 шлеп. По грязьке скажу. Папа и сынок. Масенька и прянишка. На этом, дорогие друзья, я буду с вами прощаться. Но ненадолго увидимся в новых видео, как какие-то события, новости произойдут. Обязательно все буду показывать, рассказывать. Если погодка будет нас радовать, то мы вас будем радовать видео с прогулками наших малышей. В плохую погоду, час под дождем, я тут не отстаю. Сегодня просто очень тепло и нет ветра. Практически нет ветра. А если он и есть, то он такой тепленький. Поэтому мне самой приятно погулять на улице с ребятами. Птих, птих. Юля, тетя там нанюхалась. Если вам интересно наблюдать за жизнью наших питомцев, оставайтесь с нами. И увидимся в новых видео. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока и до новых встреч. Все щенки, которые готовы к продаже, открыты для резерва, есть в индивидуальных видео. Это просто видео прогулки. Напоминаю, наш питомник находится в Ленинградской области, 200 километров от Санкт-Петербурга. И есть доставка по Европе. Вот сейчас сказали, летают самолеты. Не могу утверждать, что по всей Европе. Сегодня у нас 13 апреля 2022 года. Но вот сказала Людмила, что в Германию она уже летает. Поэтому мы ждем ответа от мамы нимфы. Будет она ее забирать или нет. И также предлагаем готовых полностью к продаже ребят, которых хоть сегодня мы можем отправить на самолете или на автомобиле. Мы нашли курьера на автомобиле, который также может в Германию щенка отвезти. И надо спрашивать, куда еще можно это все уточнить, если есть у кого-то желание. Ну все, ребята остаются гулять, а я иду смотреть, что там у маленьких малышей в ясельках творится. Здесь пока папа присмотрит за этим. Неспокойным, скажем так, коллективом взрослых ребят, которые постоянно что-то пытаются друг у друга отнимать. Оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале Питомника Марии Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам.